В селе Кротовка подошел к концу капремонт трех зданий. Два жилых дома обрели новую крышу, один свежий утепленный фасад. В том, как продвигается кампания по обновлению жилого фонда в конкретном селе и Кенель-Черкасском районе в целом, разбирался Кирилл Козин. Дом 5 по улице коммунальный, а новые крыши его жители мечтали многие годы. Возраст здания более 50 лет. Старый шифер протекал и покрылся мхом, и больше был похож на кровлю соседних сараев. Теперь о коммунальном ужасе остались только воспоминания. Делали очень аккуратно, очень быстро. Вот вообще у нас нигде ни одного не было дерева, ну в общем доски, ни обрубка, ничего. Все делали там на крыше, а потом спускали, все очень и быстро. За две недели они нам сделали все крышу. На месте старой кровли теперь профлист. Также была проведена замена обрешеток. На них нанесли огнебиозащитный состав, обновили и изоляцию. Новая крыша обошлась в 1 миллион 300 тысяч рублей. Аналогично поступили и с домом напротив. Ремонт вышел в 600 тысяч. Работы здесь было меньше. Еще один объект, которого коснулся капремонт, дом 18 по улице Ленинградской. Тут обновили и утеплили фасад. Никакого нареканий, жалоб не было. Крыши простые, маленькие, быстро сделали, в короткие сроки никаких проблем не было. Срок годности у нас 5 лет, гарантия минимальная, которую несет подрядная организация за выполненные работы. В течение 5 лет они выезжают и устраняют любые замечания по качеству. С успехом в районе не только проводят капремонт, но и собирают на него деньги. Этот показатель за последние годы 60% вырос до 95%. Уговаривать жителей особо не приходится. Помогает правильный подход и пример соседей, чьи дома прошли через программу. Мы стали рассматривать и обсуждать с ними в открытом формате, предоставляя полную раскладку и по срокам, и по стоимости работ. И вот именно только их решение влияло на то, что какие работы, и даже по времени, когда, какого цвета будет использоваться. Или, допустим, что касается хоть ремонта фасада, хоть цвет окровли, используемых материалов. Всего же с 2014 по 2016 год в Кенель-Черкасском районе крыши, фасады или инженерные сети обновились у 24 многоквартирных домов. А в этом году капремонт коснулся сразу 16 зданий. Работы по ним полностью закончатся к декабрю. Кирилл Козин, Михаил Смирнов, Новости губерния, Кенель-Черкасский район. Продолжение следует... Продолжение следует...